Да, и мы снова в нашей студии. Вот у меня такой вопрос, потому что в программу лечения входит не только, скажем, работа со специалистами нашего центра, но и определенная, скажем, такая туристическая, где-то может быть даже с элементами духовности программы. Ведь я, наверное, ничем вас не обижу, если спрошу, что вы принадлежите к религиозной конфессии мусульманской. И вот для вас, как мусульман, Иерусалим тоже город, наверное, необычный. Вот что в этом плане, как сложилась для вас туристическая программа? Увидели ли вы, посетили ли вы места, связанные с определенной религией, почувствовали ли вы какую-то там, может быть, разницу, что вам что-то не дают, куда-то не пускают и так далее, и так далее. Вот расскажите немножко о туристической стороне, о стороне вот этой вашего пребывания здесь. В первую очередь, благодаря Андрею, искусствоводу, благодарю вас. Мы посетили очень много святых мест, это связано и с мусульманской мечети, и христианство, и католические монастыри, и все святые места, которые он нас повел, повез. Очень большая энергетика, энергетика, духовная энергетика, которая помогает нам увидеть те места, святые места, в которых посещает очень много людей. Что еще сказать? Прекрасно. Вот вопрос вот какой. Насколько это можно считать частью комплексного лечения семьи, причем здесь именно не просто, что вот там, допустим, для ребенка, а что вот вы ощущаете при посещении вот таких мест, является ли это фактором, ну скажем, где-то лечебным или оздоравливающим вас, или вот дающим вам какие-то силы, какие-то вот внутренние ощущения, помогающие в жизни? Ну, посещение этих мест дает, конечно, духовность, веру в Бога, веру в то, что один Творец для всех. То есть мы более стали как бы верующими. И вот мы, да, прошу прощения, что перебиваю, вот довольно много семей, много людей, вот вы встретили здесь, которые приезжают к нам, вот, и чтобы это из ваших уст прозвучало, что здесь присутствуют семьи совершенно разных религиозных конфессий, совершенно разных религиозных взглядов, и верующие, и неверующие, и, в принципе, для центра, для наших специалистов нет абсолютно никакой разницы. Нету. Мы стараемся дать возможность каждой семье, каждому человеку, вот увидеть, получить и наполниться духом той религии, которой, в принципе, он принадлежит. И вот, как бы, эти моменты, они, собственно говоря, и, вот как считаете, нужно ли это? Или можно вот просто вот ограничиться, зациклиться, вот на уровне, вот для вас это нужно, это важно было? Это важно, необходимо, чтобы и здесь помощь и специалистов, и духовная помощь. Соответственно, люди ищут везде помощь. И от Бога, и от специалистов, чтобы всё это воедино было, это экскурсия, необходимо, первое, знать историю, знать историю всего. Ну, и, наверное, такой вопрос, вот, как бы, все вот эти посещения, вся туристическая программа, что-то вам дополнительно стоило? Нет, ничего не стоило. Ну, ничего не стоило. То есть это, как бы, входит, вот, получили, и, я так понимаю, что объём был достаточно большой. То есть, ну, чуть-чуть подробнее вы были, может быть, в каких-то чисто туристических участках Израиля. Что вы видели, что вы посмотрели в стране? Ну, первая поездка, это у нас было в пятницу, а в субботу мы ездили на Мёртвое море. Это было оздоровительное, комплексное такое. Вам понравилось? Понравилось, очень понравилось. Да, очень понравилось. Ну, это, в общем-то, нигде больше не встреча такое местное. Комплексная, оздоровительная поездка была очень, и со всеми семьями, кто с нами поехал, общались между друг другом. Вот, столько эмоций, конечно, колоссальные эмоции. Вот, в пятницу ездили по всем религиозным местам. Там никто не запрещал, ты мусульман, не заходи, там это. Там всё было, потому что Творец один, да, едино всё. Вот, мы везде побывали, свечку поставила я первый раз. Ну, тоже интересно, да, рассказывали? Да, интересно. Помолились, в мечеть ездили, в мусульманскую, иудейскую, везде побывали. Колоссальные эмоции. То есть, это независимо от религии. Кто ты? Ну, это всё идёт к одному Творцу. У нас единый Бог. То есть, вот, я просто ещё уточню, потому что, как бы мы не застряли этот вопрос, но вот раз уже разговор пошёл, то есть, вам ничто не, как бы, вот, ну, не навязывалось, ничего вот мне не предлагалось. То есть, вы, вот, совершенно свободно, спокойно смотрели то, что вам интересно, и, как бы, получали от этого удовольствия. Удовольствия, да. Причём, ну, скажем так, не дополнительно ничего не за это заплатили. Ну, и последний такой, наверное, да, в нашем интервью сегодня традиционный, наверное, просьба, ну, обратиться, как бы, да, к нашим зрителям. Вот, вот, просто какие-то, может быть, ваши пожелания, какие-то ваши, вот, слова, вот, себя для тех, кто ищет, для тех, кто думает, для тех, кто сомневается, вот, по поводу пребывания в нашем центре, по поводу, вот, результатов, которые вы здесь получили. То есть, чисто, вот, для себя абсолютно, то, без всяких вопросов, то, что вы хотите сказать, вот, у вас есть такая возможность. В первую очередь, хочу поздравить с праздником Хануки. Хануки, да. Желаю вам здоровья, в первую очередь, благополучия, успехов во всём и везде. Второе, хочу поздравить с наступающим Новым Годом, желаю в Новом Году новых вершин, чтобы проблем меньше было. Успехов, а хочу остальным пожелать. Главное, здоровье, боритесь до конца ради детей, желайте, верьте, самое главное, верить, вера, это самое главное, мечтайте, исполняйте, идите к цели. Ну, еще что-то добавите? Ну, добавлю, конечно же, приезжайте в центр БС Давид, получите очень очное лечение. Разница от дистанционной, очной, очень большая, конечно же. Все семьи получите, все нужные, как бы сказать, процедуры. Процедуры, да. Здоровье. Здоровье, да, самое главное. Вот, всем желаю счастья, здоровья, что выздоравливали наши детки. Вот, ну, всем удачи. Спасибо всем, благодарю всей команде. Всем докторам. Да, всем докторам. Спасибо вам большое, как говорится, вам тоже вот удачи, здоровья, и надеюсь, что мы еще с вами увидимся здесь на земле Израиля, и приедете еще раз, и в гости приедете. Вот, мы будем вас ждать, как всегда. Вот, а сейчас спасибо за интервью, спасибо всем за внимание. И до новых встреч, до свидания, до следующих наших общений. Спасибо.